Привет, пап! Покажу, как тебе загружать видео на Shutterstock и создавать к ним описание. Первым делом ищешь такую красненькую штучку на рабочем столе FZ, нажимаешь её. Потом в уголке вот здесь, в самом верхнем уголке, такая кнопочка есть в левом, нажимаешь на неё и здесь выбираешь Shutter Valera. Нажимаешь соединиться. Ок. У тебя вот здесь открывается окно, такое окошко вот здесь. В это окошко нужно перетянуть готовые видеофайлы. Проводник открываешь какой-нибудь рядом и можешь брать вот так вот. Нажал видео и перетащил сюда, не в папку, в эту, а просто вот сюда на пустое место. Нажал сюда, вот он начал загружаться. Там загрузился, ошибка какая-то, но не важно. В общем, загрузится. Можно видео или здесь, можно выбирать в проводнике. Здесь выбираешь, где там находится твоя папка и потом отсюда перетаскиваешь сюда на пустое место. После того, когда здесь всё загрузится, где-то через час тебе нужно зайти на страничку в личный кабинет Shutterstock. Вот такой адрес. submitShutterstock.com. Всё, что дальше не надо писать, не обязательно. submitShutterstock.com. Копируешь проводники в интернет-эксплорере где-то вставляешь. Ты, скорее всего, попадёшь на другую страничку, на вот такую. Здесь тебе нужно ввести данные для доступа в личный кабинет. Пишешь свой 233-46-49-собака-mail.ru. Здесь пишешь тот пароль, которым я тебе говорил. Нажимаешь галочку «Я не бот». И нажимаешь «Sign in». В данном случае я зайду только в свой личный кабинет. Месяц 16. Откроется тебе вот такая страничка. Если ты загрузил видео и там всё удачно, то вот здесь они появятся. В первой строке. Одно, второе, третье, видео, четвёртое. Нажимаешь на вот синенькую такую штучку под ними. Submit Footage. Нажал. И откроется окно, где нужно писать название и описание. Первым делом. Одновременно можно редактировать сразу все, если они типичные. Или по одному. Если сразу все, то нужно везде эти галочки поставить. Какие ты хочешь редактировать все вместе. Можно выборочно, допустим, вот так. Здесь можно заголовок писать. А он автоматически вот внизу создаёт на такой же самый на видео. Если ключевые слова здесь создаёшь, то они одновременно создаются и там, и там. Можно по одному редактировать. Можно всё удалить. Если удаляешь, то тоже везде удаляется. Снять галочку и редактировать только одно видео. Выбираешь категории. Две категории. Одну категорию основную. Что там первое. Это категория animals, животные. Арт, искусство. Бэкграунд, текстуры. Это фоны всякие. Байлдинг и лэндмаркс. Это здания. Достопримечательности. Бизнес и финансы. Эдюкейшнл. Это образование. Фуд и дринк. Еда и напитки. Здоровье. Хелс и кэр. Холлидейс. Выходные. Праздники. Индастриал. Индустриальное что-то. Натура. Природа. Объекты. Пепл. Это люди. Религия. Религия. Сайнс. Значки, символы, спорт, отдых, спорт, восстановление, технологии и транспорт. Что-то из этого выбираешь одно основное. И второе что-то из этого дополнительное. Так же самое. Дальше нам важно вот editorial видео или не editorial. И editorial ставится в том случае, когда у нас какое-то событие снятое, много людей, всякие копирайты, торговые марки. Что-то происходило как обучение какое-нибудь, чему-нибудь, где человек рассказывал для всех. Если нету никаких торговых марок, никаких копирайтов и лиц в кадре, которые не задокументированы, то ставим no. Если есть, то ставим, что это будет editorial видео. Дальше, как писать название. Название писать надо через переводчик, если ты не знаешь языка. Переводчик это у нас по адресу translate.google.ru. Заходим на страничку переводчика. Здесь два окошка. В одном окошке пишем на русском, а тут автоматически переводится. Здесь выбираем сверху стрелочку русского, вкладку русский язык, ты же на русском будешь писать, и пишем название. Что там у нас? Окно. Там большое. Открытое. Окно. Допустим, на кухне. Там небо, если оно видно. Голубое небо. В общем, писать надо где-то тут три строчки. Три строчки напишешь. Это приблизительно столько, сколько нужно. Потом то, что здесь оно перевело. Выделяешь. Ctrl-C. Копируешь. Нажимаешь Ctrl и нажимаешь C. Оно копируется. Или здесь правой кнопкой копировать. Потом переходишь на эту вкладку, где создаешь описание. И сюда правой кнопкой вставить. Вот оно. Название. 31 символ. Ну, а им можно 200. И чем ближе. Там 150, 170, 180. Это будет лучше всего, когда их максимально много. Вон там еще ветки видно. Деревья. Это можно отдельно открывать видео и смотреть, что там у тебя. И его описывать. Отражение в стеклах балкона. Темные окна. Вид с улицы на окно. зима, лето, весна. Там, если это что-то похоже. Не обязательно, если зимой снимаешь, то писать только зима. Если оно похоже на осень, на весну, то можно писать и осень, и весна. Вот такое. Если видео по лицензии editorial, некоммерческой, то обязательно нужно писать, начинать заголовок с того, в какой стране это снято, в каком городе это снято, дата, месяц и год. И дальше описание того, что это происходило. Там митинг какой-то или обучение, семинар или что-то такое. То же самое в переводчике. Пишешь там Украина, Киев, 13 февраля 2015 год. И потом сюда вставляешь. Ну, допустим. Ну, напишем. Здесь. Украина, Киев, 15 февраля 2015 год. И тут можно писать. Открытие большого окна на кухне. Событие у нас такое. Ну, вот. Украин, Киев, февраля. Вот это все выделяешь. Control-C. И сюда его заменяешь. И вставить. 94 символа. Дальше ключевые слова писать. Как писать ключевые слова? Первым делом заходишь на страничку. Вот здесь меню. Есть портфолио. Наводишь. И открывается меню. Здесь есть Keywords Segation. И вот на этой штуке не правая кнопка кликаешь. А, ой, не левая кнопка, а правая. Так. И тут открыть в новой вкладке. Чтобы он открылся в новой вкладке. Вот, где-то новая вкладка откроется. Ну, или же можешь написать вот этот вот весь адрес. Тогда откроется это окно. Здесь что нужно? Лучше писать на английском тоже. Ключевые слова. В нашем случае это окно. Крупно. Опять идем в переводчик. Open. Лучше. Не пишем, допустим. Окно. Как он переводится на Windows. Это копируем. Слово. Идем на эту страничку, где ключевые слова генерируются. Вставляем сюда. И нажимаем красную кнопку. Вот он нам выдал кучу картинок. По этому ключевому слову. Ты смотришь, что у тебя самое похожее. Вот окно. Вот это. Вот это. Приблизительно. Что-то похожее. Окно такое. У нас там без человека. Лучше сказать без человека. И без города. Я так для примера нажимаю. Вот окно. Вот окно. Вот окно. В общем, из всего этого списка выбираешь самые похожие. На выбирал и нажимаешь красную кнопку. Get K-Wars. Нажал. Он подумал чуть-чуть и показал тебе ключевые слова. В этих ключевых словах обычно все правильно. Все хорошо, если ты нажал. Главное, если тут слово вектор будет на английском. Вектор. Просто нажимаешь его и он исчезнет. Это слово. Все. Нажимаешь Copy to Clipboard. Скопировать. И опять идешь там, где создам описание. И здесь в этом поле вставить правую кнопку. Вот он. И Enter нажимаешь. Вот они все слова. Воткнулись. 24 слова. Можно еще раз зайти сюда. И вместо Windows написать. Ну не знаю, что там. Если здание какое-то видно старинное. Допустим, замок написать. Как замок по-английски. Castle. Замок может быть. Ну, давай напишем. Старинный замок. Выделяешь. Выделяешь. Копируешь. Идешь в ключевые слова. Сюда его вставляешь. Нажимаешь. Нажимаешь искать. Ну, вот он. Если есть эти ключевые слова. Похожие, что у тебя. Тоже нажимаешь. Выбираешь какие-нибудь из этих замков. Нажимаешь генерировать. Ключевые слова. Вот он сгенерировал. Также копируешь. И смотришь, нету слова ли вектора здесь. Удаляешь его. Копируешь. Сюда идешь. И здесь в конце тоже. Пимс. И вставить. Добавляешь. На этом все. Вот. Описание создали. Ключевые слова. Если видео чистенькое. Без лиц. Без торговых марок. Тут остается. No. И все. Нажимаешь submit. Вот эту кнопочку. Когда видео готово. Если ты сейчас не хочешь доделывать это. А потом дописать. То можно нажать save work. Сохранить работу. Нажимаешь ее. И эта работа сохраняется. Если ты уйдешь с этой страницы. Куда-нибудь на другую. Куда-то там. Ой. То ты всегда можешь вернуться. На домик нажать. И потом вот здесь внизу. Submit. Footage Video. Ну то есть продолжить редактирование. Здесь все останется. Можно продолжить дописать. Если надо. Уже все. Закончил. Выделяешь. Ставишь галочку. И нажимаешь submit for review. Нажал. Здесь ничего даже не выбираешь. Все. Нажимаешь submit. Submit. Здесь он написал красным. Выделил что-то тут. Ничего не пугайся. Нажимай continue. Еще раз. Ставишь галочку. И еще раз submit for review. И все. Удалю. И все. Больше ничего не надо делать. ну если есть другие видео загружены так же само это видео отправится его уже здесь не будет когда ты нажмешь сабмин здесь можно создавать следующее описание если видео идентичны чтобы не создавать каждый раз вот я говорил выделяешь несколько и пишешь там вода он одновременно и сверху и снизу пишется а если здесь но написал несколько каких-то а потом нужно написать чем она отличается просто выключил галочку и здесь продолжаешь писать а внизу уже не меняется и то есть если в нижнюю надо добавить здесь поставил здесь пишешь что-то свое уже уникальное как то так но потом на почту придет уведомление видео принятые или не приняты смотреть всегда можно какие видео приняты какие нет вот здесь по ссылке портфолио аппрувал статус видео покинуть эту страницу то он говорит что не сохранена если мы покинем страницу то данные не сохранятся покинуть страницу нам не надо сейчас сохранить есть три вкладки первая вкладка это видео которое отправил на проверку дата когда отправил сколько количество видео вторая вкладка нажимаешь и здесь список всех принятых видео можно нажать на ссылочку там 13 видео принятых они все видео здесь можно редактировать нажать на карандашки дописать какие-то названия описания там где я одно загружал видео но там одно будет его и rejected последняя вкладка это видео которое не приняли тут нажимаешь тоже не смотришь почему не приняли вот они пишут здесь обычно здесь написано плохо откадровались не понравилось но плохо так плохо и забыли про это видео обратно нажмем на эту чтобы перейти наверх тут что-то такое нажмем два видео каких-то subject not in focus не в фокусе и тут не в фокусе ну ладно не фокусе если непонятно что это то можно также выделить правой кнопкой копировать здесь только выбрать английский можно удалить вставить здесь русский объект не фокусе вот он перевод так вот и можно видео эти повторно загружать но если не фокусе то уж точно не примет а если что-то там изменить от отбрезать начало обрезать конец то это можно там монтаже сделать и потом повторно я обычно все эти видео которые они не приняли я даже и не парюсь не перезагружаю их по-новому ну вот так вот как то так вот у некоторых у меня отклоненных видео property release request они хотят чтобы я загрузил документ удостоверяющий что там на на бумажечках нарисовано именно моей рукой или чьей-то что художник не будет против что распечатывается его работа вот как то так ладно все счастлива пробы если чего звони пиши мой facebook ты знаешь телефон тоже встречи